Майла Всем привет! Это Элли Ди И сегодня у меня в гостях Майла Это Джек Рассел Терьер, ей 5 месяцев Я знаю, что вы очень ждали ролики о гостинице для собак Поэтому ставьте пальчик вверх Нам предстоит очень многому научить Майлу Познакомить их с Джиной И, конечно, рассказать обо всем этом вам Оставайтесь со мной и вы узнаете много нового и интересного Кормление собаки Как научить собаку питаться правильно Сейчас вы видите кадры о том, как проходили первые кормления Майлы В детстве наша Джина тоже неохотно кушала И я всегда думала, что это у Джины были какие-то проблемы с питанием Но у Майлы все оказалось гораздо хуже Она просто берет один шарик корма и уходит Первый день мы не вмешивались в процесс Поскольку хотелось проследить, как Майла питается А уже потом корректировать А вот кадры, когда Майла и вовсе игнорирует миску И это не из-за того, что она не голодная Такое поведение свойственно собакам, которых кормили неправильно А именно, оставляли миску с кормом и не забирали, если собака не доела Просто Майла не знает, что корм может исчезнуть, как только она отойдет А эти кадры были сделаны после недели тренировок В этом видео я расскажу вам, как приучить собаку кушать правильно Съедать полностью и не выплевывать Посмотрите, как Майла кушает спустя неделю Съедает все И я убираю уже пустую миску А на этих кадрах Майла не только все съедает А кушает вместе с Джиной Но обо всем по порядку Я сразу заметила, что Майла испытывает определенные проблемы с кормлением Она просто-напросто хватала один кусочек и уходила, как ни в чем не бывало Часто выплевывала прямо на пол, а потом с пола подбирала Оказалось, что у Майла не было режима питания Так как хозяин оставлял миску с едой и собака сама решала, когда ей кушать Это мое упущение Я ведь раньше вам об этом не рассказывала Поэтому восполняем пробелы Питание собаки должно проходить так Ставим миску, собака ест Как только отходит от миски, миску забираем Поэтому нам предстоит научить Майлу кушать правильно И я расскажу вам не только, как это сделать, но и почему это важно Помимо основного правила убирать миску, как только собака отошла от нее Я дам еще советы, которые вам помогут Для того, чтобы Майла стремилась съедать все Я делила порцию корма на три, а потом и на две части И кормила в несколько подходов Таким образом мы закрепляем у собаки ощущение пустой миски В итоге Майла уверенно стремилась к привычному ощущению пустой миски Также я заметила, что Майла ушла более охотнее, когда рядом ела Джина Конечно, в первые дни совместное кормление было сделать невозможно Так как Майла просто-напросто боялась Джину И не стала бы есть рядом с ней Но впоследствии мы добились этого И я заметила, что Майла старалась есть вместе с Джиной Со стороны это вообще прикольно смотрится, они очень смешные Если щенок вдруг хочет отойти от миски, плавно возвращаем его Если все же отошел, миску убираем Если собачка выбрасывает корм, а с щенками это часто бывает Подбираем и кладем обратно в миску, чтобы собака с пола не подбирала Если щенок отвлекается во время еды, можно позвенеть миской или поманить кусочком Главное делать это без агрессии и не ругать собаку Усложним задачу Теперь я не просто буду кормить Майлу Я еще и буду отрабатывать с ней команду «Место» и «Ждать» Просто нужно посадить собаку на лежанке, дать команду «Ждать» А затем периодически подкармливать ее, если она продолжает сидеть Насыпаю корм не торопясь Затем я даю команду «Можно» И чтобы собака поняла, что я разрешаю, я как бы сопровождаю собаку до миски Майла неохотно кушала, поэтому сама бежать к миске не очень-то хотела Не нужно заставлять собаку и принуждать Просто покажите ей, что нужно делать Почему так важна культура питания? Помимо того, что режим питания – это залог здоровья собаки Это еще и облегчит вашу задачу приучить щенка ходить в туалет на улицу Именно после еды легче всего выгуливать для этих целей щенка Отводите собаку на прогулку после еды, и она охотнее сходит в туалет А если режима питания нет, то и непонятно, когда же выгуливать собаку Расскажите, вы сталкивались с какими-то проблемами, связанными с питанием собаки? Напишите в комментах, каков аппетит у вашей собаки, а также чем вы ее кормите Кормом или готовите сами пищу для собаки? Если говорить о чистоте кормления, то это примерно так Щенки от двух до трех месяцев кушают четыре раза в день От четырех до полгода – три раза в день Уже после шести месяцев начинаем постепенно переходить на двухразовое кормление Именно два раза в день нужно кормить взрослую собаку Одеваю собачек сначала одну, потом вторую, и выходим на прогулку Секреты дрессировки перед кормлением Перед едой очень полезно дрессировать собаку, так как собака голодная и охотно готова выполнять команды Если мы ее будем дрессировать какими-то вкусняшками, которые мы даем редко, то она будет потом менее охотно есть корм Тем более это было ярко выражено на Майле, так как ее сложно назвать хорошим едоком Сейчас вы видите, как мы разучивали команду Суслик, о которой я расскажу вам в другом видео А так можно перед кормлением повторять разученные команды, например, какие-то стандартные и, да, учить новые, почему нет? Да, и тренируйте в собаке выдержанно ждать на месте Давайте есть сигнал и вкусняшку периодически, и она научится ждать на месте Подробнее об этом вы также можете посмотреть в видео о том, как приучить собаку к лежаку Это удобно, вы кушаете за столом, а собака не мешает вам и не подбирает крошки, а просто ждет на месте, согласитесь? Если тебе нравится и ты хочешь продолжения, ставь лайк, дай мне понять, что пора бы поторопиться с выходом нового видео А впереди еще очень много интересного Подпишись скорее на канал, чтобы ничего не пропустить и общайся со мной в комментах Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok